С новостями культуры в студии телеканала 24КЗ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. В Астане прошел концерт памяти великой казахской певицы, народной артистки СССР Розы Жамановой. Мероприятие, которое прошло в стенах Назарбаев центра, посетила наша съемочная группа. В Астане прошел вечер памяти народной артистки СССР, заслуженной артистки казахской СССР, оперной певицы Розы Жамановой. Роза Жаманова ушла из жизни 27 декабря 2013 года. На сегодняшнем концерте прозвучали любимые песни и партии из опер, которые она в свое время исполняла. По словам ее учеников, Роза Жаманова была не просто наставником, но и воплощением идеала женщины, матери, дочери. Именно она открыла двери в казахскую оперу перед Гульзерой Бакейхан, которая в этот вечер выступила на сцене с партией «Ажар» из оперы «Абай». Несмотря на то, что она оперная певица, заслуженный деятель, в жизни Роза Жаманова очень скромный человек. Я училась у нее три года на аспирантуре. За это время я получила большой урок, как нужно умело совмещать искусство и человечность. Мы проучились у нее 3-4 года. Со стороны она нам казалась очень строгой. Но в ходе учебы, узнав ее поближе, мы поняли, что она человек с огромным сердцем. С именем Розы Жамановой связан рассвет оперного искусства в Казахстане. На протяжении 50 лет она работала в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. Полвека певица радовала слушателей своим серебристым тембром сопрано. За ее плечами все ведущие женские партии оперных спектаклей. Аида в одноименной постановке, Татьяна в опере Евгений Онигин, Жебек в опере Кыз Жебек и многие другие. Ее коллеги по цеху вспоминают о Розе Жамановой как о профессионале своего дела. С Розой Жамановой я работал с 1981 по 96 годы на протяжении 15 лет. Мы работали в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. Вы не представляете, какое это счастье выступать с ней на одной сцене. Она настоящий профессионал и умело вживалась в любую роль. Она была удивительным человеком, легко находила общий язык со своими партнерами и всегда чувствовала их. Роза Умбетовна долгие годы преподавала в Национальной консерватории и внесла неоценимый вклад в профессиональную подготовку молодого поколения артистов классического вокала. Этот музыкальный вечер памяти великой оперной певицы Розы Жамановой – это дань уважения ее учеников. О самых важных событиях в мире культуры и искусства за рубежом вы узнаете из нашей рубрики «Дайджест событий». Руководство нью-йоркского балета пригласило художника Джей Ар, известного в стрит-арте, заняться, как он это умеет, зданием театра в Линкольн-центре. Причем речь шла не только о фасаде, но и о внутреннем убранстве. Около года назад 30-летний художник познакомился с танцорами и провел несколько месяцев, погрузившись в новый для него мир балета. Он сфотографировал около 80 артистов трупы и создал три типа работ для выставки. Среди них фотографии танцоров или частей их тел, нанесенные на черно-белую пленку, покрывшую фасад. Двухмерная инсталляция из фотографий танцовщиков, сфотографированных лежа на скомканных листах бумаги, которая покрыла пол театра, а также фотографии, вручную нанесенные на дерево. Кропотливый труд, требующий терпения, времени и работы с текстурой множества слоев дерева и бумаги. Целью совместных проектов трупы с художником была попытка привлечь к классическому танцу новую публику. И кажется, эта идея работает. В прошлом году 70% зрителей, пришедших на спектакли нью-йоркского балета, сделали это впервые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok